Я хотел бы сделать обращение, заявление генпрокурору Арчику Беашвили и народному правозащитнику Уча Нунашвили и грузинским правозащитным организациям, чтобы они еще обратили внимание на нашу ситуацию, на наше дело Академии Микраила и Амарова Резвана. Посмотрите, вот этот дом, в котором мой брат жил, во-первых, эта хозяйка дома на суде заявила, что у нее был второй ключ от этой квартиры. И представьте себе, мой брат тоже знал же это. И сейчас он что, будет оружие там хранить, и взрывчатку в этом доме, или кого-то, кто в розыске будет хранить в этом доме. Во-вторых, этот дом был охраняемый полностью, там есть видеокамеры, везде, каждый, мы туда ездили, смотрели, охрана, комендант, шлагбаум, вы тоже можете пойти посмотреть. Посмотрите на видеозаписях, которые при аресте, в ютубе все это есть. Они оружие и взрывчатку, когда следователи трогают, оперативники, без перчаток они это трогали, пистолет вот так поднимают они, перчаток нет у него. Оружие все тратил, то что они держали в руках, тоже перчаток нету. Это как понять вообще? Потом они на экспертизу, на доктило-светопатическую экспертизу по отчаткам не передали это оружие из рычатка, потому что там нету ничего. Этот пистолет, который Макарал, они подкинули моему брату, на территории Грузии этот пистолет вообще не зарегистрирован, нигде его нет зарегистрирован, этого пистолета. Георгий Саакашвили, это грузин, военный инженер, который сам пришел к нашему адвокату Гена Николаевичвили и заявил, этот пистолет я узнал, он сам 18 лет оказывается военным инженером. Он говорит, я узнал этот пистолет в январе, говорит, ко мне пришли с обыском, они тоже мне хотели подсудить этот пистолет. Когда моего брата задержали, он же на суде тоже сказал, и другие сказали, им говорили, дайте показания Саакашвили, что вы связаны с ним, что он вас специально держал. То есть мы вот так заявляем, это до конца будем бороться, и они до конца будут держаться на том, что это оружие не их, что им подбросили. И эти люди будут отвечать за то, что они за это подкинули. Это будет идти, мы не остановимся ни перед чем. После вот этих выступлений, когда мы выступаем журналистом, вот сейчас у меня и у двоюродного брата моего, вот депутат, который Ибрагим говорил, он вместе мы выступали. Вот сейчас на границе мы когда заезжаем, мой паспорт они проверяют, только он хочет печать поставить, я смотрю, там какое-то красное появляется на экране, и он сразу убирает печать и начинает эту инструкцию читать. Потом он говорит мне, в сторону отъед, там жди, говорит. Он начинает кому-то звонить. Это как понять, это что за дискриминация? От пяти правозащитных организаций мы взяли письмо, обращение в адрес нашего адвоката Гела Николаевичвили. Пять правозащитных организаций Дагестана подписали о том, что Хадив Микоил занимался правозащитной деятельностью, а могало людям, которых преследовали незаконно. В связи с этим за ним тоже началась охота, и в связи с этим ему пришлось уехать. Почему, когда Микоил Батуми убежал от АТЦ, у них остались его паспорт, все это, почему они его в розыск не дали? Как вы думаете? Потому что это российский заказ был. А почему Магомед, Магомедов, которого задержали, потом отпустили, потом он исчез? Бесследно исчез он. Его в России тоже не в этом нет. Также хотели они, Микоил, потому что когда они его забрали, они никому не хотели, чтобы кто-нибудь знал, что его арестовали. Чихамина, он тоже исчез и все.